Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, потому что это для нас, для всех, уникальная возможность наконец-то публично высказать свою поддержку Украине, свою поддержку ЗСУ, свою поддержку добровольцам. Я хочу сказать, что я признана путинским режимом, террористом за антивоенную деятельность, я горжусь этим статусом. И я хочу сказать, что благодаря добровольцам российским, которые воюют на стороне ЗСУ, воюют с путинским режимом, с оружием в руках, у нас, у россиян, появляется настоящий выбор. Наконец-то у нас есть возможность присоединиться к российским добровольческим батальонам, к сибирскому батальону, к легиону свободы России, к РДК. У нас есть возможность, мы, я надеюсь, используем этот исторический шанс для того, чтобы сформировать свою повстанческую, антипутинскую армию, которая и поможет освободить территорию Украины от путинских захватчиков, и в дальнейшем освободит территорию России от путинских КГБшных оккупантов. Я уверена, что вот это начинание, когда мы все вместе подписали меморандум о помощи российским добровольцам, которые воюют на стороне ЗСУ, это начало нашего исторического шанса. Потому что только вместе мы можем победить это зло. Сейчас Путин, он, путинский режим, он воюет не просто с Украиной. Это война тирании и демократии. И Украина сейчас воюет за демократию. Она воюет на самом деле за весь мир. Вот почему так важно поддерживать и Украину, и ЗСУ. И, естественно, поддерживать российские добровольческие формирования, которые воюют на стороне ЗСУ. Добрый день, меня зовут Евгения Чирикова, я волонтер антивоенного движения. И сегодня я нахожусь в Киеве. И я имела честь участвовать в по-настоящему историческом событии. Дело в том, что в Киеве прошел форум поддержку добровольческих сил российских, которые воюют на стороне Украины. Это было первое такое мероприятие, и оно было пока что закрытое, но мне посчастливилось принять участие в этом мероприятии. Я хочу с вами поделиться, как это проходило. Но прежде всего, кто принял участие в этом форуме? Это были, конечно же, добровольцы. Добровольцы из Легиона Свободы России, добровольцы из Сибирского батальона. И онлайн были добровольцы из РДК. Также там были представители оппозиции. Это были Гарри Каспаров, он был онлайн. И с форума Свободы России это был Иван Тютрин, Марк Фейгин, Илья Пономарев. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я, конечно, считаю, что это судьбоносное событие, которое сегодня происходит. И очень важно, что оно произошло в такой символический день. 17-го числа, когда в России так называемые выборы. И очень заметно две разных линии поведения. Есть смирная оппозиция, которая призывает всех прийти на избирательный участок. И та оппозиция, которая настроена на действия. Здесь собрались представители основных оппозиционных групп. И мы поддерживаем вооруженную силовую борьбу. Ту, которую наши героические коллеги, представители российских добровольческих батальонов сейчас ведут. Непосредственно сейчас на территории России, освобождая ее от путинизма. И также там был доктор-травматолог, известный Андрей Волна, который занимается восстановлением конечностей раненых украинцев в Украине. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, я представитель, наверное, самой гуманной профессии. Я врач, травматолог-автопед. К сожалению, моя специальность стала самой востребованной сейчас в Украине, потому что идет эта страшная кровопролитная война. Именно поэтому я здесь. Именно поэтому я буду оставаться здесь вплоть до полной победы. Спасибо. В ходе дискуссии решено было, что настала пора, когда необходимо обратиться к россиянам с призывом поддержать российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Почему? Потому что время мирных протестов, к сожалению, прошло. Потому что, когда путинский режим бомбит украинские города уже более двух лет, уничтожает мирное население Украины уже более двух лет, отвечать какими-то мирными, законными и спокойными действиями, на вроде экономических санкций, участием в этих так называемых фейковых выборах и в каких-то других мероприятиях, которые не носят четкого военного характера, к сожалению, уже невозможно. Опасное очень мнение, которое является, наверное, такой же поддержкой путинского режима, как и финансовые, как и возможности их финансовые, это мнение, что ничего нельзя сделать. Мне кажется, действия легионов и всех других вооруженных формирований как раз показывают, что сделать можно. Сделать можно и показывают это очень активно. Также к украинцам, которые считают, что россияне не способны базово что-то сделать активно, опять же, пример, могут. Вступайте в вооруженные формирования. Не вступайте в вооруженные формирования. Активно говорите на вашу аудиторию. Нет большой аудитории. Говорите вокруг вас. Не можете делать это активно. Занимайте позиции подразделений, которые не показывают свои лица. Не можете делать и это. Донатьте. Собравшиеся приняли решение, что такого рода мероприятия должны стать доброй традицией. И мы все очень рассчитываем на то, что в скором времени такой форум пройдет уже в открытом формате и к нему присоединятся новые оппозиционные российские силы. И собравшиеся публично пригласили к диалогу, пригласили принять участие в этой работе и команду Михаила Ходорковского, и замечательную команду Юлии Навальной, ФБК. Я думаю, что только все вместе мы сможем победить этот ужасный путинский режим, который терроризирует и Украину, и Россию и является страшной угрозой для всего мира. Я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, потому что это для нас, для всех, уникальная возможность, наконец-то, публично высказать свою поддержку Украине, свою поддержку ЗСУ, свою поддержку добровольцам. Я хочу сказать, что я признана путинским режимом, террористом за антивоенную деятельность. Я горжусь этим статусом. И я хочу сказать, что благодаря добровольцам российским, которые воюют на стороне ЗСУ, воюют с путинским режимом, с оружием в руках, у нас, у россиян, появляется настоящий выбор. Наконец-то у нас есть возможность присоединиться к российским добровольческим батальонам, к сибирскому батальону, к Легиону Свободы России, к РДК. У нас есть возможность, мы, я надеюсь, используем этот исторический шанс для того, чтобы сформировать свою повстанческую антипутинскую армию, которая и поможет освободить территорию Украины от путинских захватчиков, и в дальнейшем освободит территорию России от путинских КГБшных оккупантов. Я уверена, что вот это начинание, когда мы все вместе подписали меморандум о помощи российским добровольцам, которые воюют на стороне ЗСУ, это начало нашего исторического шанса. Потому что только вместе мы можем победить это зло. Сейчас Путин, он, путинский режим, он воюет не просто с Украиной. Это война тирании и демократии. И Украина сейчас воюет за демократию. Она воюет на самом деле за весь мир. Вот почему так важно поддерживать и Украину, и ЗСУ. И, естественно, поддерживать российские добровольческие формирования, которые воюют на стороне ЗСУ. Продолжение следует...